улучшения не будет крымский мост признали бесполезным переправа через керченский пролив должна была кардинально улучшить социально-экономическое положение полуострова но видимо надежды оказались тщетными эксперты бьют тревогу несмотря на ввод крымского моста в эксплуатацию полуостров превращается депрессивный ребенок на переправу потратили более 200 миллиардов рублей но при этом полуостров испытывает серьезные проблемы с водоснабжением ранее в сми прошла информация что из-за аномальной теплой земли запасов воды в симферополе осталось на 100 дней проблемы являются не только запасы питьевой воды но доставшиеся в наследство от советского времени изношенная система водоснабжения пишет блогер анатолий несмеян по его словам инфраструктуру изношена на 70 процентов из-за чего часть воды теряется на плетить потребителям пять лет прошло ушла эйфория и теперь крым точно такой же депрессивный регион что и практически вся россия заявил блогер впрочем относиться к мнению несмеяна нужно с настороженностью судя по тональности записи в его блоге объективности он явно не отличается как мы практически все действия российских властей в негативном ключе при этом не смеян не упомянул что за последние годы в крыму появился новый аэропорт решена проблема энергоснабжения введена в строй симферопольской тест улучшается и дорожная инфраструктура построен крымский мост активно возводится трасса таврида напомним что в конце декабря открылась железнодорожные сообщения через керченский пролив поезда по крымскому мосту ходит из санкт-петербурга в севастополе из москвы в симферополь спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и оставляйте комментарии далее в программе причину загадочной смерти светлой полизала раскрыли спустя годы и гимнастки солдатовой нашли странный синяк после попытки суицида у новорожденной дочери милый дёвович объявилась вторая мать пожалеет отказавшийся от привилегий принц гарри подложил себе свиньбу и многое другое